всем привет с вами канал art money и сегодня у нас видео обзор на вот такой вот крем мед с черной смородины без сахара так читать я не буду назвать наш прошу все равно неправильно лучше вот посмотрите давайте также вам с вами конечно же посмотрим состав здесь мед натуральные ягоды черной смородины то есть принципе наверное здесь ничего такого больше не должно быть вот покупала я его в интернет-магазине беру сейчас он уже переименовался стал как маркет то есть как обычно но ссылку я конечно оставлю в описании на него покупала со скидкой он стоил около 200 рублей так он стоит 250 так здесь у нас 90 процентов меда 10 процентов ягод и так масса 230 грамм кстати такая симпатичная хорошая баночка тут я уже наклеечку какую-то отрывала принципе тоже кстати хорошо отмывается так а здесь тоже он симпатично выглядит и давайте ее откроем посмотрим я очень люблю черную смородину и поэтому очень было сложно найти именно крем мед с черной смородиной вот но наконец-то я нашла очень давно уже хотела так здесь отрывается кстати тут видно что если да у вас захочет кто-то попробовать и открываем опа не так легко ее еще открыть кстати крышка такая плотная широкая и как бывает обычно так выглядит он вот так вот здесь видно что черная смородина какая-то такая перемолотая то есть не просто там допустим мед мусс мед да там как он крем мед да и добавим какую-то порошковообразную черную смородину а видно что скорее всего здесь она конечно же я так надеюсь так нам также конечно же понадобится тарелочка сейчас узнаете для чего и конечно как же без ложечки так давайте ее понюхаем и посмотрите за одну через камеру сейчас это уже возможно когда передается запах кстати он пахнет просто медом таким давно лежащим я не думаю что она должна быть просроченной такая она прошу кстати вылазит оттуда на вид здесь похоже как будто это какое-то варенье с черной смородиной и чем-то еще сейчас ее на тарелочке с вами посмотрим сначала размажем то есть смотрите она размазывается довольно ну как мед как мед по тарелке ну кто-нибудь пробовал когда-нибудь мед размазывать батарей по тарелке или в на бутерброде то есть такое она липнет также конечно здесь видно что самой смородины и и очень много даже мед покрасился видно что здесь много кусочков похожий конечно же на мед я не буду проверять там его копы какие-нибудь там йод или водку или чё там капают что проверить сто процентов это мед или нет я не буду этого делать я буду сейчас это все пробовать на вкус на вид это выглядит похож на мед я не знаю что может быть еще так хорошо липнуть помимо меда хотя конечно намешать можно хотя уже принципе делают мед такой намешивая что-то в принципе уже сейчас все даже и крут подделывают так ну и давайте с вами конечно же уже попробуем самой даже интересно что же там такое какое оно на вкус пробуем на вкус ощущается действительно мед мягкий такой мед попадаются как будто какие-то перемолотые косточки которые кстати ну реально как будто кости не помню чего на смородины по-моему нету костей насколько мне помнится хотя не знаю не помню уже вот и ощущается какая-то кислинка то есть мед приторно просто сладкий он настолько приторно сладкий что запиваешь водой то есть ну чем-то запить хочется невозможно насколько то есть бывает мед принципе не настолько сладкий бывают и нормальные но тут приторно сладкий хотя написано что сахар не добавляли и тогда также ощущается какая-то кислинка вкус черной смородины честно ну не знаю даже может быть то что в голове как бы откладывается что сейчас должен появиться вкус черной смородины ты ее ждешь и как будто бы вроде бы она там появилась ну как бы вроде бы она есть ну и как бы ее вроде бы и нету то есть как знаете честно говоря не совсем понятно если я помню первый раз жизни я пробовала тоже такой же крему с черной смородины там маме в аптеке отдали бесплатно попробовать там такая маленькая баночка была блин там настолько было вкусно он настолько был нежный вкусный там про вкус черной смородины был прям обалденный просто но это было уже давно то тут больше честно говоря кажется как будто мед ну тут принципе и видно что 90 процентов меда и 10 процентов ягод то есть тут мед просто добавили немножечко ягод большую часть это просто мед ну по сути хотя честно говоря мне казалось что это будет наоборот 90 процентов ягод и 10 процентов там какого-то такого какой-то такой пенки воздушной пенки меда почему-то мне вот так всегда казалось ну по крайней мере тот первый когда я пробовала он был таким он был воздушным он был очень таким вкусным необыкновенно может быть конечно бывают они разные бывают на крем мед бывает можете мусс мед по моему тоже бывает может там был мусс мед не знаю честно говоря начинаешь уже просто путаться что где когда но принципе это вкусно можно покушать можно его скорее всего мне кажется кажется будет проще если его добавить куда-то допустим в творог может быть там и откроется вкус черной смородины возможно может быть и нет не знаю давайте с вами еще раз попробуем можете еще не сейчас на пробую так вот его сделаем чтобы не грязной ножкой туда не лазить тут видно что прямо много 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 всего но ощущается тут почему-то кости перил перемолотые может быть какая-то черная смородина была кослявая честно не знаю пробую хотя честно говоря чуть-чуть ощущается в этих косточках аромат черной смородины возможно скорее всего это было добавлено сухая черная смородина и производитель наверное на сто процентов был уверен что сухая черная смородина перемолотая в этом меде размяхнет и превратится в свежую но это к сожалению почему-то не случилось видимо эта банка должна была у меня еще простоять лет 20 чтобы так случилось вот ну блин как-то слишком жестковато эти кости попадают под зубы и кушать не так приятно как например могло бы быть и конечно мне кажется стоит она не 200 не 250 это надо все-таки гораздо дешевле продавать дешевле даже потому что из-за костей и конечно вкуса черной смородины очень сложно найти как-то больше ощущается меда купил бы ее снова честно говоря нет точно нет сто процентов нет я лучше наверное посмотрю видеоролик найду и приготовлю что-то подобное сама и уже добавлю там не 90 процентов меда 90 процентов ягод и немножечко там какого-нибудь крем меда сбившегося какой-нибудь там нестандартную необыкновенную пенку мне кажется вот именно свое домашняя будет гораздо вкуснее некоторых случаях конечно магазинная вкуснее честно не в этом случае может быть кому-то и понравится но мне не понравились вот эти кости мне не понравилось что не почувствовал именно вкуса черной смородины там просто ощущается вкус меда плюс кости непонятные блин вкус меда я могу мед поесть у меня дома есть я могла за эти 200 рублей купить большую банку меда и спокойно ее есть честно даже немножко жалко денег если вы пробовали такой мед или от этого производителя пробовали мед обязательно напишите в комментариях обязательно покупала конечно я этот мед не для обзора для себя но решила сделать на всякий случай а вдруг там что-то будет необычное в этом меде ну кстати баночка мне понравилась баночка еще этого меда я люблю такие всякие маленькие баночки такие нестандартные у них потом можно что-то класть какие-нибудь орешки засыпать что-то свое сделать ну согласитесь она довольно такая ее не купишь такой в магазине не все баночки у нас продаются ну выглядит кстати на вид она не очень нет не аппетитно особо такое темное такое и внутри тоже такое кричневатое напоминающее что-то ну конечно же я до нее куда же я денусь доем конечно постепенно с чаем может быть скорее всего в творог добавишь потом в твороге эти кости ощущая и как-то не совсем приятно если честно кстати вот даже облизывая ложку на ложке остается мед я думаю что там действительно стопроцентный мед плюс там наверняка добавлен либо сахар либо кстати это мед может быть подсолнуха обычно у них приторно-сладкие может быть берут какой-нибудь мед дешевый который не нет никто не покупает и как раз делают вот такие вот вкусняшки чтоб народ наконец-то что-нибудь съел чтобы купил побыстрее вот обязательно свои отзывы напишите если вы пробовали такой мед или просто даже этого бренда что-то там такое вот обязательно напишите отзывы оставьте оставьте на youtube и обязательно не где-то там еще вот так же смотрите мои другие ролики я делаю обзоры на другие продукты на шоколадки разные на консервы на печеньки продукты из фикс прайса светофора победы из обычных магазинов также обзоры на технику кольцевая лампа вот была недавно видеокамера там много тоже есть много всего интересного также у нас выходят влоги как мы с сыночком живем путешественного отдыхаем занимаемся развиваемся моему сыночку три годика также на моем канале есть живопись кулинария фоны очень такие качественные интересные при которых вы можете посмотрев вечером отдохнуть и спокойно уснуть всякими там птичками которые поют и все такое обязательно подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтобы не пропустить ролик потому что мой ролик уже выйдет завтра ролики у меня выходит каждый день на моем канале очень много много всего интересного много чего сможете найти в одном месте обязательно пишите комментарий и ставьте лайки 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 эти ролики я делаю для вас чтобы вы в будущем не тратили просто так деньги на ветер сначала посмотрели ролик подумали а надо ли вам покупать такой мед который будет под зубами какие-то там непонятные кости появляться блин если бы был такой ролик я посмотрела я бы лучше сделала сама я бы не покупала блин денег жалко честно но я сделаю его для вас и теперь я надеюсь что что вы подумайте прежде чем покупать также посмотрите другие ролики так все я сейчас заболтаю с вами был канал артмания подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии и всем пока 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 пока